Пещера Веревкина Пещера Веревкина Пещера Веревкина в пещере начала работать молодая команда клуба. А 14 августа на смену им присоединилась наша команда Перова-Спелева. Так случилось, что именно первая часть экспедиции привела нас к открытию мирового масштаба. Человек вышел в логи 1300 и отзвонился, что 250. 250 – это хорошо. Это очень хорошо. 8 августа ребята из команды Перовского клуба под руководством Алексея Барашкова спустились в пещеру веревки на отметке 2151 метр и оказались ниже, чем это возможно, в самой глубокой пещере мира Воронья-Крубера без использования аквалангов. Прошлая зимняя экспедиция остановилась на отметке 1800 с небольшим метром. Остановилась она на полусихоне. Затопленный ход, и для его вознаграждения требуется гидрокостюм. На тот момент крепят за собой. Это было не так, что это фашистство. Зная это, мы с собой гидрокостюм взяли. Пройдя этот полусихон, вышли в следующую колодку. Такой результат обрадовал и вдохновил нас. Нашей мечте о своей пещере глубиной 2143 метра суждено было сбыться. Наша экспедиция началась два дня назад. Выносили груз до пещеры. И сегодня будем заходить в пещеру и начнем погладывать. Передовая часть нашей команды, три человека, слегка вальяжно, взяв по два мешочка, пошли в пещеру 14 августа. Остальные семеро и я вместе с ними начали спуск лишь 16 числа. Я с удовольствием в этом сюжете хочу представить передовую группу участников экспедиции. Павел Демидов, руководитель экспедиции. Сденок Дворжек. Андрей Зызников, он же Фагот. Евгений Рыбка. Родер Гулаков. Оставляешь, да? Не надо. Андрей и Наташа Сизиковы. Константин Зверев. И Каю Галаласких. Через три дня все должны были собраться в лагере 1350, обсудить планы и приступить к собственным исследованиям домной части пещеры. Это лагерь 1350 метров, установленный в февральскую экспедицию этого года. Наша задача сейчас из этого лагеря дотянуть связь до следующего и продолжить исследование. Что там с погодой на поверхности? Прием. Через два дня я оказался в лагере 1350. Присоединился к группе Кости Зверева и Федора Губакова. Нам предстояло провести кабель связи до лагеря 1900. И заодно поснимать видео для традиционного видеоотчета. Протяжка телефонной связи жизненно важна в глубоких пещерах. Так можно сэкономить много времени на корректировке взаимодействия рабочих групп. Такая работа досталась нам. И выполнить ее простояло до того места, до той глубины, на которой никто из нас не был никогда. Сейчас идем из лагеря 1350, тянем связь до лагеря 1900. И там сегодня будем учивать. Это первый раз моя такая глубокая пещера. Я думаю, она станет самой глубокой и ощущается очень круто. Думаю, будет страшно, но все окей. Идем дальше вниз. Пока мы спускались по известной части пещеры. Несколько часов назад прошли колодец 115 метров в полторашку. А сейчас шли вниз по каскаду ободненных колодцев до глубины 1700 метров. Хватило? Хватило, осталось в дна бухта и она оттрачивает. Счера глубоко, нужна связь. Три лагеря плюс поверхность, чтобы координировать действия, чтобы без связи есть. Лог. Лагерь 1350, прием. Слушать новогоднее обращение. Да, прием. Отлично, связь работает. Отлично, Костян, вы делаете уже? Нет, мы дошли где-то до 1700. Размотали первых 500 метров провода. Сейчас сростим их и дальше пойдем. Прием. На глубине 1750 метров перед сифоном, преградившим в полторе, мы ушли в сторону. Боковое ответвление. Сразу же остановились перед лагерями, где-то не было небольшого озера. Не пей из лужи, перелогом встали. Как коровы, да? Перекус закончен. И перед нами еще одно интересное препятствие. Переточный лаз, который мы назвали прокатный стан. Таких много в разных пещерах. 40 метров ползком мы попадаем в продолжение пещеры. Далее, спустившись по каскаду небольших колодчиков до глубины 1832 метра, оказываемся у полу сифона, перед которым остановились в феврале 2017 года. Просто шикарно. Это мое любимое место. Тебе понравилось? Хочу еще. Дайте мне еще пару трансиков. Впереди полу сифон, надо одевать гидры. Надо погружаться под руки. Сейчас наденем гидры и будем проходить. В прошлой экспедиции, когда мы подошли к полу сифону, у нас не было гидрокостюмов. А возвращаться за ними в лагерь 1350 было далеко. Ну и не было особого смысла. Наши навесочные снаряжения и веревка закончились. Сейчас было очень интересно, что там дальше, как будет развиваться пещера. И увидеть это хотелось собственными глазами, а не воспринимать чужих слов. Свод полу сифон стал повышаться. И копьер вратился в обычный меандр затопленный гидрокостюм. Ох, дружу я вам всем из педеологии. Очень дискомфортный, гидридный, горячийся. Мамы. Какое интересное. Как и ожидалось, пещера не закончилась. Большой 70-метровый колодец небольшим водопадом оборвался вниз. По ощущениям, пещера даже стала шире. После колодца наш путь уходил в сухой ход к лагерю 1900. Основная же вода оставалась в стороне. Сейчас мы находимся в лагере 1900 метров. Пещера стала реально очень большая. То есть уже двумя лагерями мы никак не можем обойтись. Приходится восстанавливать лагеря через каждые 400 метров. Вчера мы совершили, я считаю, такой трудовой день. На первых мы размотали кабель. Километр кабеля из лагеря 1350. Затянули его за полусифон. То есть это 100 метров отсюда. Плюс мы сняли видео. Целый час хорошего материала. Наступил новый день. В лагерь 1900 потянулись Денок и Натаха. Они шли строить площадку под новый лагерь ниже на 2100 метров. Привет, Петролик. Привет. Как там жизнь? Жизнь замечательная. Пещера красивая. Офигительная пещера. Вот, сейчас пойдем построим лагерь и будем ждать ребят в связи, которые тянут ее до хвост табеля. После лагеря 1900 пещера стала другой. Широкий сухой ход с непоглядными чердаками, много песка и в то же время присутствует вторичное образование на теке. Мы находимся на глубине примерно 2000 метров. Здесь идет красивый сухой ход с песком на дне, с красивыми натеками. Здесь вообще-таки отличные красно-карамельные натеки, сталактит и сталактит. Отечное образование необычное явление для альпийских пещер. В пещере-веревке на них встречается тоже немного. Они присутствуют в районе 600-1700 метров. Ниже 2000 метров их становится побольше. То тут-то там неожиданно встречаются островочки натеков, сталактитов и гелектитов разных цветов и оттенков. Можно встретить озера с бурами и прозрачными ежиками креста. Поводясь за колодцем, меандр за меандром, мы спускались ближе-ближе к заветной точке 243. Когда-то давно, в 2000 году, эта цифра стала символизировать глубину пещеры, которую нам предстояло открыть и как заветная цель не отпускала нас вплоть до сегодняшнего момента. Вскоре посреди очередного колодца в сторону выходим по перилам и оказываемся в просторной галерее. Здесь уже практически установлен новый подземный лагерь. Построена площадка, натянута палатка и остаются последние штрихи. Разложить пенки, спальники, ну и поставить в них децача. И снова все мы собрались вместе. Прошло 4 дня. Впереди было еще 10 суток и каждый предстоящий день, как мне кажется, будет интереснее произносить. Завтра первый день и первые новые метры перерапрохода. И еще нам надо непременно найти и идентифицировать официальную точку 243. Как окажется позже, именно над этим местом метической глубины мы совершим восхождение и попадем в глобальную систему, которая приведет нас в финале самой нижней точки пещеры. Первый раз, когда мы приехали на Арабику в 2000 году, Анечке, моей будущей жене, признался сон, что в газете «Абхазская правда» была напечатана статья про спелеологов. И звучало там так. Московские спелеологи нашли на Арабике пещеру глубиной 2143 метров. В те годы самая глубокая пещера была 1610 в Антре-Софенце. И такая глубина нам казалась вообще какой-то там, не знаю, невероятной. Но время показало, что пещеры есть глубже 243 метров. И сейчас мы находимся как раз на отметке 2143 метров. Анечка, твой сон сбился через 17 лет. И пещера еще продолжается. Это, кстати, еще не все. Мы готовимся к прохождению нового, невзведенного поля сифона. На глубине 2150 метров. Надеемся на продолжение. Ух! Первым делом мы решили проверить сифоны, которые обнаружили ребята до нас. Два сифона из трех оказались полусифонами. То есть их просто можно было проплыть, а не проныривать. Особенно интересным оказался сифон, вернее полусифон, который получил название «Озеро Степана Разина». За ним система открытых и пройденных ходов оказалась чуть более 1000 метров. Там же мы обнаружили мощный приток с расходом в полкуба воды в секунду. Этот приток с двумом вытекал из узкой щели и с пеной пропадал в щелях в 15 метрах ниже. Больше на эту воду мы нигде в этой экспедиции не вышли. Это озеро «Набыть» видели, да? Холодное такое, словочное озеро, а за ним ведешь там сухие галереи. И таких мест было несколько, где мы обнаружили многочисленные системы ходов. После восхождения с отметки 2143 метра перед нами открылась целая пещерная сторона, где на карту было нанесено 5,5 километров галереи и проходов. И это было настоящее открытие нашей экспедиции. Мафический коллектор, собирающий в себя множество вшеходящих пещер, простирался перед нами многоуровневым лагерем. Каждый день ребята из команды первого спелия ходили туда, как на работу снимать топографическую карту и искать новое продолжение. В результате летней экспедиции 2017 года в пещере Веревкина была достигнута рекордная глубина 2204 метра от уровня входа. Пещера заняла первую строчку среди глубочайших пещер мира. Мудрые боги, выдумали ноги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok